Дорогие коллеги, сегодня у нас очередная встреча по курсу теории «История и медиа». И сегодня мы с вами поговорим о французской теории. Мы будем рассуждать о том, как французская теория сложилась как явление мировой интеллектуальной жизни. Кто такой французский интеллектуал и в каких отношениях он состоит с медиамиром. Потому что некоторые французские интеллектуалы, о которых мы будем говорить, были очень популярны, но презрительно относились к медиа-среде, как Жан-Поль Сарфу. Некоторые, наоборот, как, например, Жак Лакан, сделали выступления в разных медиа, например, по телевизору или проведение публичных лекций главной частью своей деятельности наравне с профессиональной, медицинской, в случае, Лакан. Некоторые же, наоборот, выступали как критики медиамира, как Жак Бадрияр. Но обо всех их мы будем говорить по порядку. Ну, прежде всего, конечно, можно указать на эту замечательную книгу Алена Бадью. Вы ее видите в кадре. «Авантюра французской философии». Я вам отчасти на нее опираюсь, когда излагаю французскую теорию. Потому что всегда лучше всего говорить о французской теории из первых рук. И Бадью вспоминает, как именно в 50-е и 60-е годы формировалось то, что мы сейчас знаем как французская теория, и что преподается, например, в американских университетах в качестве одной из наиболее авторитетных теорий культуры. Согласно Бадью, французская теория возникла из критики прежней философии, которая стремилась быть исключительно мудростью, исключительно размышлением. Ну, как, например, у Декарта. Декарт мыслил свое размышление о первой философии, как построение некоторой безупречной системы, некоторой безупречной оптики, благодаря которой мы будем продолжать сомневаться, но, тем не менее, находить некоторые сами условия, в том числе и нашего сомнения. То есть интеллектуальная медитация, в чем-то аскетичная, но при этом направленная на создание некоторого безупречного и не связанного с политической жизнью метода, была в центре проекта Декарта. Французская теория же, начиная с Сартра, наверное, начала сразу пересматривать это представление о философии, как о такой отвлеченной в неполитической мудрости. В центре оказывались другие понятия. Понятия о воле, например, отчасти благодаря проникновению философии Ницше во Франции, или, например, понятия о таком призыве судьбы, как Хайдегер, который тоже становится популярен в послевоенной Германии, обо многом Блориасарту, как его популяризатору. И таким образом Бадью говорит, что первое, с чего началась французская теория, это с немецкой прививки. У этого немецкого влияния были свои проводники. Ну, например, Александр Кожев, Кожевников, русский эмигрант, читал в Париже лекции по философии Гегеля и понял философию Гегеля прежде всего как не просто диалектику отвлеченной борьбы, борьбы разных принципов, а как диалектику вполне определенной политической борьбы. То есть он, как и Маркс, политизировал Гегеля и говорил о том, что на самом деле Гегель говорит о революции, но революции не узкосоциальной, а революции, которая происходит и в области сознания. Собственно, естественное положение человека, говорил Кожев, это рабское положение, то есть человек чувствует себя зависимым от многих обстоятельств, в то время как Гегель предлагает рабу стать господином, поменяться местами господину и рабу. Господин – это тот, кто способен на совершение какого-то подвига, тот, кто способен жертвовать жизнью, тот, чья аристократическая этика включает в себя и понятие смерти тоже, в то время как рабское состояние – это состояние, направленное на благополучие, такое состояние комедийное, состояние такого наслаждения, извлечения пользы из текущих ситуаций, так как бесспорно герой, бесспорно аристократ, бесспорно господин, в отличие от раба, является трагической, а не комической фигурой. Кожев, конечно, все это брал из сочинений Гегеля, но заострял это применительно к проблематике интербеллова, проблематике между двумя мировыми войнами. Собственно, оказалось, с одной стороны, что действительно войны становятся массовыми, и как таковой военный героизм уже не работает, поэтому необходим другой героизм – героизм парадоксальной мысли. И, согласно Кожеву, новым героем станет не философ старого типа, такой академический, сидящий в кабинете, созерцающий, преподающий мудрость, а станет интеллектуал. То есть человек, производящий концепты, заставляющий на себя обратить внимание, и человек в этом смысле не менее важный, чем, например, полководец или президент. Потому что полководцы гибнут, президенты меняются, а вот создатель концептов, он всегда остается на месте. Кожев, будучи таким авантюристом, эмигрантом, коммерсантом, политиком, типичный такой русский авантюрист, в общем-то, в Европе, он во многом и создал облик послевоенной Франции. Он стоял у истоков Евросоюза, участвовал в образовании ЮНЕСКО, был советником французского правительства, и, собственно, получалось, что в его системе политическая деятельность – это не борьба за власть, а борьба за признание. Человек тогда становится выдающимся, тогда идет на бой, тогда остается в веках, когда он получает признание, признание своей мысли и признание своей деятельности. Это признание не просто частное одобрение, а как бы полагание этого человека в качестве бессмертного, что вот эта идея, она всегда останется с нами. Действительно, во многом немецкий идеализм говорил о бессмертии, чем он отличался от французской мысли, которая была достаточно скептической со времен посоветителей и позитивистской, и при этом бессмертие могло пониматься, опять же, по-разному. Ну, например, в любом случае, например, немецкий трансцендентализм, он исходит из того, что свобода является не просто каким-то условием нашего действия, но чем-то бессмертным. Ну, например, в системе О. Гекеля и Шеллинга свобода является одновременно основанием нашего действия и тем, что мы полагаем, когда совершаем действие. То есть совершаем действие, настоящее во имя свободы. Тем самым свобода оказывается чем-то бессмертным, чем-то, что существует бессмертным, и делает бессмертными в какой-то мере и свободных людей. Вот такая героическая этика, она была обязана немецкой прививке. И, соответственно, Бадью пишет, что именно немецкая прививка она научила французов иначе понимать сознание. У Декарта сознание – это такой своего рода оптический механизм, то есть некоторый способ выстраивания очевидностей, как бы некий нейтральный прибор, такой телескоп, через который мы все видим, в то время как сознание, например, у того же Гуссерля, это некоторая система означиваний, это некоторая система выстраивания обозначенных отношений к вещам. То есть сознание начинает пониматься не как медиум, не как среда, а как такой определенный инструмент, как определенная система знаков, голосов. И, в общем-то, во многом то, что мы называем французской деконструкцией, как у Деррида, это следствие вот такого вот переработки Гуссерля. Переработки понимания сознания не как такого чистого восприятия, как такого нейтрального медиума, а наоборот медиума со множеством записей, со множеством следов, со множеством своих торможений, как такого несколько ненадежного медиума. И это очень принципиально отличалось от системы Декарта или спинозы, где наше сознание – это такая табула разы, чистая доска, чистая готовность к восприятию окружающего мира, то есть чистый потенциал, то, что сохранялось и у Бергсона. Здесь же, наоборот, сознание оказывается уже каким-то исписанным, уже, так сказать, знающим свои условия, своего действия. И это то, что Гегель, например, называл в своих работах «несчастное сознание». То есть неспособность сознания непосредственно духовно относиться, интеллектуально относиться к интеллектуальным реальностям, что, собственно, Гегель говорил о так называемом «несчастном сознании», то есть о сознании, например, собственной смертности, что фактичность, например, нашей смертности, что мы, скорее всего, умрём, она предшествует любому, так сказать, интеллектуальному полаганию бессмертия. Что мы сначала начинаем с того, что мы понимаем, насколько мы ограничены и насколько мы, на самом деле, являемся такими субъектами, подданными, зависимыми от тех обстоятельств, внутри которых мы и существуем. Именно эта мысль, она и легла в основу французского экзистенциализма, особенно Сартра. Но Бадью выделяет ещё две особенности французской теории, которых уже у Сартра, например, нет, но которые появляются в поколении Бадью, таких мыслителей, как, например, Делиос, Дереда и многие другие. Это творческое понимание науки. Что до этого наука мыслилась, прежде всего, как тоже нейтральный аппарат постижения мира, в то время как наука, например, у того же Бадью или у Гастона Башляра, основателя эпистемологии, или у того же Дереда, понимается как меняющаяся, окрашенная история сознания. То есть, например, наука нового времени, она окрашена субъект-объектом сознанием, представлением о том, что есть субъект, есть объект. И наше познание – это определённый способ работы с объектами. Отсюда происходит и представление о ненейтральности науки, которое, например, отстаивал Мишель Фуко, главный тезис которого состоит в том, что никакая наука не может быть названа до конца свободной от идеологии. Но Фуко приводил в пример и историю, и вообще гуманитарные науки, которые на самом деле показывают определённое стремление к власти, волю к власти по Ницше. То есть, любая наука подразумевает порядок познания и порядок овладения предметом, порядок определённых властных отношений к этому предмету. Наука в этом смысле не может быть исключительно объективной, поскольку объективность – это тоже вариант несчастного сознания, это признание себя зависимым от обстоятельств. И, соответственно, французская теория выступает как некая философия метанаучная, то есть она ставит целью показать границы различных наук, и, прежде всего, показать эти границы через деконструкцию языка, то есть показывать, где именно язык, например, схватывает вещь с помощью концепта, где её моделируют, и где, на самом деле, эффекты языка – это вовсе не объективное картографирование окружающей реальности. Собственно, это и становится главной темой деконструкции Жака Деррида, что то, что мы принимаем язык за такое объективное картографирование реальности, что язык даёт такие объективные модели всего, что нас окружает, но при этом, на самом деле, язык представляет собой не нейтральный, а вполне такой медийный тоже механизм, как и наше сознание, со своими там противопоставлениями, различиями, следами, такими складками, как говорил Делёс. То есть язык представляет собой определённые формы овладения предметом, моделировании его, имитации, подделке под предмет, а вовсе не какое-то там создание какой-то идеальной объективной модели или объективной карты происходящего. Ну, например, Деррида указывал на то, что в сам язык вшиты некоторые противопоставления, вроде противопоставления своего и чужого, «я» и «не я» и некоторые другие противопоставления, которые, будучи спроецированы в предметную область социальных наук, могут привести к колониализму, шовинизму и разного рода другим идеологическим злоупотреблениям. Наконец, третий момент, который выделяет Бадью в качестве особенности французской теории – это политический радикализм. То есть, в отличие от прежней традиции французской философии, которая настаивала на создании объективной картины мира и самая большая – она технологизировала эту картину мира, новая философия требует вмешательства в происходящее. Конечно, во французской культуре был огромный опыт вмешательства, связанный с французским просвещением и Великой Французской революцией, где тогдашние интеллектуалы вполне вмешивались во то, что делает власть, ходили во власть, определяли действия власти. Но французская революция была очень риторична. И на это как раз указывают обычно французские теоретики, начиная с Ролана Барта, когда говорят о том, что французская революция, несмотря на то, что ее предвосхитили философы, такие как Вольтер и Руссо, была революцией не философской, а риторической. В ней, в конце концов, стали заправлять философы, а не философы, а риторики. А риторика как раз основана не на снятии оппозиции, не на критическом отношении к оппозициям, а наоборот на обострении оппозиции. Ну, приведу простой пример. Цицерон, допустим, использовал в своей риторике слово «дружба» или «вражда» не только по отношению к людям, но и по отношению к вещам. Такие, например, в цицероновской риторике обычно такие выражения, как, например, «друг народа», «друг истины» или «друг труда». То есть народолюбивый борец за истину или такой трудолюбивый человек. Соответственно, противоположно этому выражение «враг народа», «враг труда», «враг истины». Ну и мы хорошо знаем, к чему приводят такие выражения, как «враг народа» в практической политической области. Хотя это исключительно иначально риторические фигуры цицероновского типа. Поэтому французская теория обычно всегда имеет дело с риторикой. И Жак Деррида, и Жиль де Лёс очень подробно писали о риторике как об одной из основ европейской культуры. И показывали, что риторика на самом деле является мощнейшей политической силой и мощнейшей силой создания иллюзии. Что риторика, она не ситуативна. Это не то, что кто-то хорошо умеет говорить, просто и всех убеждать. Что на самом деле это такая механика создания политической фикции, политической иллюзии. Создание политической политики как чего-то иллюзорного. И этой риторике как раз французская теория противопоставляет ангажированную философию, которой как раз задачей является поставить под сомнение даже вот эти базовые фигуры, ну, например, развлечения своего и чужого, которые вшиты, кажется, даже не в риторику, а в грамматику языка. В систему там местоимений, глаголов, глагольных времен. И французская теория в том числе пересматривает и некоторые базовые принципы грамматики. Ну, например, для Жака Деррида и других теоретиков, работавших с языком, были важны лингвистические позиции Эмиля Бенвиниста. О нем я немало писал. В том числе в недавнем вот книжке «Живая ласточка языка», краткое введение в социолингвистику. И как раз Эмиль Бенвинист постоянно указывал на то, что наше сознание во многом сформировано некоторыми грамматическими категориями, такими, как, например, категория бытия, что, например, «бытие» — это глагол «свясты», или развлечением трех лиц — «я», «ты», «он», которые моделируют наши базовые социальные представления, или, например, развлечением прошедшего настоящего и будущего времени. Не то, чтобы эти категории и так влияли прямо на сознание, но дело в том, что когда мы начинаем, говорит Бенвинист, строить институты, например, выстраивать отношения с другими людьми, создавать устойчивые системы отношений, мы поневоле оказываемся внутри нашей речи, внутри нашего обмена высказываниями, и поневоле, например, создаем там компанию, допустим, из трех человек. Потому что мы привыкли к трем личным местоимениям. Или планируем на будущее, потому что привыкли к видению будущего времени. То есть мы не столько язык форматирует наше сознание, он форматирует то, как мы выстраиваем институты. Поэтому деконструкция ставит под сомнение и языковые универсалии, и говорит о том, что на самом деле, например, современные политики нужно выстраивать на основе критики языка. Ну, например, Деррида говорил о политиках дружбы, причем политиков во множественном числе, и говорил, что часто язык, например, с помощью категории чужого, или с помощью противопоставления, например, дружбы и солидарности, или через противопоставление частной жизни и политической жизни, такое грамматическое и риторическое противопоставление, не дает нам по-настоящему дружить и найти взаимопонимание с другими народами. Потому что, например, противопоставление частного и общественного, оно внушено нам и риторикой, но отчасти даже внушено нам и грамматикой. В то время как и наука взаимопонимания, наука дружбы, она как раз требует время от времени преодолевать или ставить под сомнение границы между частным и общественным. И вот о такой ангажированной философии постоянно как раз говорит и Бадью, и само пронятие об ангажированности философии вел Сартр. Собственно, Сартр именно и стал использовать это слово «ангаже», ангажированной для обозначения новой философской позиции. То есть новая философия, которая очень хорошо познает изменчивость времени, экзистенциальная философия, вызовы, что мы выброшены в бытие, как бы наше сознание изначально несчастное, и соответственно то, что только некоторый режим вовлеченности, некоторое отношение к своему сознанию, как уже вовлеченному в социальную жизнь, может оправдать наше существование. Это очень важный тезис экзистенциализма, который есть и у Састро, и у Камин, что мы никогда не знаем до конца последствия своих поступков. Это, в общем-то, в основе гегеревский тезис, гегеревская диалектика. То есть мы никогда не можем просчитать на много шагов вперед, но мы можем сказать, где, допустим, мы совершаем какой-то поступок неправильно, в соответствии с некоторым ложным убеждением, самовнушением, а где этот поступок действительно ставит нас в какое-то отношение к бытию. Ну, например, у нас может быть какое-то ложное убеждение, допустим, что, я не знаю, нужно во всем наводить порядок, что чем больше порядка, тем лучше. Это убеждение, поскольку его невозможно подтвердить эмпирическими данными, например, убеждение в том, что чем больше полиции, тем лучше, то это типичный пример, говорю, Састро, так называемого недобросовестного убеждения. То есть буквально дурная вера, злая вера, или у нас переводят это в недобросовестное убеждение. То есть убеждение, которое вытекает вовсе не из реального знания положения дел, а из постоянного самовнушения, что человек боится, например, беспорядка, и постоянно внушает себе, убеждает себя, уговаривает себе, что порядка должно быть больше. И вот, по крайней мере, экзистенциализм говорит, что истину как таковую мы найти не можем, но мы, по крайней мере, можем себя не обмануть. Мы, по крайней мере, можем знать, где есть справедливость. Поэтому французская теория очень часто критикует теоретическое понятие об истине, и отсюда многочисленные обвинения по адресу французской теории и так называемого постмодерна, поскольку именно эпоху постмодерна стали связывать в том числе с популярностью французской теории в качестве некоторого идейной поддержки этого направления в искусстве. И часто, прежде всего, что критики говорят о постмодернизме или о французской теории, что вот, мол, это релятивисты. Они сомневаются, что можно найти теоретическую истину вне какой-то практической политики. Но другое дело, что для французских теоретиков существует некоторая неотменимая вещь – это справедливость. И об этом как раз Бадью пишет, что хотя мы, допустим, теоретическую истину не можем установить, потому что даже сам язык может нас обманывать. Тем не менее, мы можем всегда сказать, что, допустим, здесь мы поступили несправедливо, а здесь справедливо. Это можно пояснить таким примером, что вообще, например, в том, что называют постмодернистской мыслью, всегда существует определенное неотменимое представление о справедливости, например, неотменимое представление о чрезвычайном событии. Например, вспомним историка американского Хейдена Уайта, который как раз считается одним из первых постмодернистов в теории истории. Хейден Уайта настаивал на том, в своей книге «Мета-история», что история – это прежде всего литературный жанр, что историк – это прежде всего писатель, и никакого абсолютно объективного повествования об истории быть не может. Всегда это определенная вкусовая систематизация, всегда это определенный жанр, всегда это определенный способ угодить читателю, угодить представлениям эпохи, например, о роли государства. Понятно, что когда государство – заказчик, и когда государство – предмет в исключении читателей, то, например, история будет государство-центричной. И этому как раз Уайта противопоставляет как бы не истинности любого исторического повествования, он противопоставляет другое – неотменимое, неоспоримое событие Холокоста. Невозможно отрицать, что Холокост был. Существуют прямые свидетели выживших, такие как Приму Леви, автор книги «Что остается от Освенцима», «Что остается от Аушвица». Один из самых известных выживших в лагерях истребления. Существует вот этот вот факт, что невинных людей хотели всех убить. И это как бы не может отрицать не только никакой историк, но и любой человек, у которого хоть капля совести есть. Поэтому вот это вот неотменимое событие, требующее справедливости, требующее рассуждать о том, как этого не допустить больше, как именно возможно здесь справедливость, как можно вернуть погибших, невинно погибших, что делать с невинно погибшими, как исключить гибель невинных – все это как раз проблемы, которые может решать и французская теория в том числе. И поэтому, несмотря на то, что действительно теоретическая истина часто ставится под сомнение, оказывается, что риторическая истина одна, истина языка другая, истина наших образных представлений третья, тем не менее, французская теория никогда не настаивает ни на каком полном релятивизме, в чем ее иногда обвиняют. Наоборот, она постоянно говорит о том, что, например, мы – философия, которая существует после Холокоста, и осмысляющая эту черную страницу всей мировой истории, как нечто, с чего миновать нельзя в любых наших рассуждениях. Охот человеке, человечестве, справедливости, политике и так далее. Что представление о государстве или политике после Холокоста – это не то же самое, что представление о государстве и политике до Холокоста. Прежде чем мы перейдем, собственно, к идеям, чтобы мы создали рамку, сегодняшняя лекция не будет ограничена, все будет и следующая лекция потом по французской теории. Значит, в одну лекцию мы не успеем. Нужно немножечко сказать будет о том, собственно, как стала возможна эта французская теория как производство, каким образом она начала взаимодействовать с медиа, почему, например, Сартра не любил медиа, а, например, Лакан любил. Об этом мы тоже с вами поговорили. Собственно, французская теория, она укоренена в понятии интеллектуала, о котором я уже сказал. Нужно не смешивать понятия интеллектуала с другими близкими понятиями, например, понятием русского интеллигента. Интеллектуал – это специфическая очередь амплуа, которая сложилась во Франции, хотя, конечно, интеллектуалы есть и в США, и, например, в Сиус-Ан-Сонтаке типичный американский интеллектуал. Как правило, интеллектуалы очень критично относятся к своей стране. И в Италии, например, Джорджо Агампен, и во многих других странах. Особенностью интеллектуала является, кроме вот этой политической ангажированности, постановки всего под вопрос, участие в политической борьбе и часто радикальной политической борьбе. Интеллектуал очень часто радикально левый. Но главное качество интеллектуала не в этом. Не в том, что он левый, не в том, что он участвует в политической жизни, может, я не знаю, стать политиком, или экспертом, или телеведущим, или кем-либо еще. Для этого больших способностей не надо. Политиками становятся иногда люди с вполне скромными интеллектуальными способностями. Но главное свойство интеллектуала – это умение производить новые концепты. Например, вот, допустим, тот же концепт, например, справедливости. Хотя слово «справедливость» существует там издавна, и, по видимости, действительно существует столько, сколько существует «homo sapiens», тем не менее какое-то новое понимание справедливости, оно отличает интеллектуала. То есть интеллектуал – это не тот, кто будет говорить «давайте справедливо действовать», а тот, кто, например, изобретет новое понимание справедливости. Например, что справедливость связана, например, как-то с благородством. Вот это такой человек будет интеллектуалом. И в результате интеллектуал часто должен оспаривать предрассудки других людей. Интеллектуал должен часто переприсваивать старые модели. Например, интеллектуал, в чем действительно, как и русский интеллигент, идет на смену духовенству. И возможно, что первым французским интеллектуалом был Вольтер. Не столько даже из-за своей антиклирикальной позиции, то есть оспаривания любых притязаний духовенства на власть над умами, но из-за того, что он секуляризовал историю. Собственно, именно Вольтер стал писать историю королей, историю других стран. То есть фактически взял модель истории конфессиональной. Когда причинно-следственные связи до этого обеспечивали притязания для католиков или протестантов на истину, их прямую связь с эпохой апостолов, в то время как Вольтер действительно это превращает в светскую историю. И такая, кстати, секуляризация церковной истории продолжается у интеллектуалов и до сих пор. Например, и Бадью, и Агамбен, и некоторые другие интеллектуалочные слои Альтюсера, основателя, собственно, фарического неомарксизма, все эти интеллектуалы, они настаивали, например, очень много говорили об апостоле Павле, как таком образцовом организаторе, как человеке, который совершает различные перевороты, у которого и само мировосновение перевернулось, когда он был окликнут Христом, так сказать, с небес, который сам всех окликает, сам переворачивает, сам как-то переделывает все, что было там, говорит, например, о вере в качестве критерия истины. То есть совершает какие-то такие головокружительные авантюры. При том, что большая часть интеллектуалов, французских, разумеется, атеисты, и никак вроде бы не должны быть связаны с новозаветной проблематикой, тем не менее для них это вариант секуляризации. То есть обосновывая, например, апостола Павла как политику, они обосновывают и собственную радикальную политику. Продолжение как бы вот этой вот политики переворачивания, выворачивания, неожиданного взгляда на привычные проблемы уже при решении современных глобальных задач. Значит, и вот интеллектуал – это человек еще пишущий. Пишущий обычно довольно связно, пишущий довольно подробно. И большинство интеллектуалов, они как раз получили очень хорошее образование. И это образование французское, оно основано на написании многочисленных письменных эссе, письменных сочинений. То есть настоящий французский интеллектуал должен не просто много читать, много говорить, но и много писать, причем аналитически, как бы взвешивая все за и против. И в этом смысле базовым медиа для интеллектуалов является трактат. И интеллектуалы французские, они, конечно, могут выступать с колонками в газетах, могут выступать с разного рода заявлениями по телевизору, по радио, но обычно большинство из них равнодушны, и они предпочитают писать книги, которые становятся такими интеллектуальными бестселлерами. И надо дать же небольшие книжки по 30-40. Как 60 страниц, например, Деррида писал такие книжки, издавающиеся на хорошей бумаге и служившие такими вот интеллектуальными, такими вот стейтментами, такими интеллектуальными манифестами. То есть для интеллектуала важен вот такой трактат, эссе, такое подробное рассуждение о каком-то предмете, взвешенное, продуманное, которое сразу придает интеллектуалу статус. Что вот такой-то человек может рассуждать прямо, просто и основательно. И в отличие от, например, журналистов, которые видят только какой-то один аспект проблемы. И, конечно же, собственно, это опыт такой вот. И опыт, конечно же, постепенно французская теория обогащалась разными проблемами. Ну, например, с 1936 по 1938 год в Париже был такой клуб под названием «Каллеж социологии». Вот вы видите книжечку, но была довольно большую. И, собственно, этот «Каллеж социологии», созданный писателем Жоржем Батаем, он, собственно, был направлен на критику идеологии и, прежде всего, критику желаний. То есть он показывал, что само желание, которое живет в человеке, оно может привести к авторитаризму, к диктатуре, к насилию, к готовности пожертвовать другими людьми. И в преддверии Второй мировой войны все эти слова звучали очень остро. При этом «Каллеж социологии» был клубом, где делались доклады, часто вроде бы на далекие от современности темы, например, о первобытных племенах, о жертвоприношении, о средневековой поэзии. Но везде была одна и та же мысль, что всякое желание может привести к насилию, что в некотором смысле в каждом из нас живет маленький маркиз де Сад, то есть маленький такой насильник. И это насилие грозит обрушиться большим насилием на весь мир. И, соответственно, необходимо найти некоторое интеллектуальное противоядие против желания. Таким противоядием оказывалось, во-первых, изучение самих условий, при которых создается желание. Например, в каких случаях желание поощряется риторикой. Ну вот, например, Денида Рожмон, французско-швейцарский медиавист, исследовал поэзию Трубадуров, как в ней устроено желание, и какие-то риторические фигуры именно возбуждают. Как Батай, например, и он был близок к сюрреалистам, а для сюрреалистов всякого рода маркиз де Сад, или, например, Жиль де Ре, или какие-то еще такие, или какой-нибудь Дракула. Это были такие культовые персонажи, персонажи трансгрессии. То есть персонажи, которые свое желание прямо превратили в насилие. И вот как бы и подразумевалось, что подробно изучая их биографии, подробно изучая их жизнь, можно все-таки начать критиковать насилие изнутри. И главное, собственно, понятие коллежной социологии стало понятие о жертвоприношении, о жертве. И, значит, они противопоставляли соответственно такое обыденное представление о жизни, что жизнь – это просто система таких причинно-следственных связей. Вот этой вот жертве, которая размыкает причинно-следственные связи, но тем самым и упраздняет вот это вот желание. То есть, когда приносится жертва, насильник тоже, в общем-то, останавливается или может быть остановлен. И вот как раз такое само жертвоприношение. Символом этого кружка был акифал, такой человек без головы, то есть как бы человек сам по себе приносит жертву для того, чтобы остановить вот этот круг в том числе символического насилия. Потому что колледж социологии, как и вся французская теория, тоже говорил, что часто насилие встроено в риторику, в грамматику, в язык. И необходима критика, в том числе языковых структур, которые провоцируют нас на насилие. И дальше, разумеется, после Второй мировой войны появлялись другие волны. Например, очень была важна волна 60-х годов, волна, собственно, деколонизации. То есть очень многие, например, представители французской теории, как Ралат Барт, например, или Мишель Фуко, успели поработать в Алжире. Некоторые там родились, в Магрибе. И они видели действительно вот это противоречие. То есть Франция, с одной стороны, воспринимает Магриб, то есть Тунис, Марокко и Алжир, как почти что свою территорию, где все должны быть патриотами Франции. А с другой стороны, осуществляет типичный колониальный режим. То есть навязывает, например, жителям свои технологии, свой ритм жизни, из-за чего они потом не оказываются не способны к самостоятельному действию. Потому что, например, французы не только заставляют много работать, но и, например, заставляют, я не знаю, есть кофе с круассанами. Так что тоже несоответствует жизни местного народа, расслабляет и делает, допустим, неспособным к самостоятельной организации там ритма и времени. То есть колонизатор, он не обязательно, это тот, кто тебя там пьет плеткой и заставляет там работать 18 часов в день. Колониализм может использовать и другие вроде бы мягкие даже механизмы, вроде бы даже невинные. И, соответственно, для них этот опыт был опытом, с одной стороны, критики встречи с другим, то, что другое действительно становится в центр всей этой философии, а с другой стороны они видели и как бы недостатки языка, что очень часто то, что мы описываем как лояльное, описываем как такое этнографическое, на самом деле тоже скрывает за собой насилие. Здесь я могу вспомнить исследование по Алжиру Пьера Бурдиоз, знаменитого социолога французского, который как раз выяснял, почему алжирцы, получив независимость, не смогли наладить, например, регулярное сельскохозяйственное производство. Огнал, что французы приучили их к виноделию, соответственно, к такому несколько расслабленному образу жизни, в то время как выращивание хлеба требует мобилизации. То есть они не смогли мобилизоваться, потому что колонизаторы навязали им язык, язык в широком смысле, в том числе язык телесной практики. Соответственно, критика этих структур власти, она включала в себя критику языка и абсурдизм. Мы знаем, что действительно с Францией очень часто оказывалась связана деятельность абсурдистов, в том числе и не французского происхождения, как, например, Сэмюэль Беккетт, Эйжен и Эннеско, которые французами не были, но которые считаются классиками драматического абсурдизма на французском языке. Или, например, вот замечательный был секретарь Кожева, Рамон Кино, вот я показываю его книжку, «Упражнения в стиле». В эту книжку как раз включены, кроме «Упражнений в стиле» и роман «Зазив метро», и некоторые другие его произведения. Суть этих произведений проста. В том, что язык перестает служить коммуникацией. Например, «Упражнения в стиле» представляют собой переработку рассказа о поездке в автобус в 92 разных стилях, совсем далеких от транспортных или бытовых проблем, но показывающих, что на самом деле язык навязывает нам какие-то образы, которые, собственно, нежелательны и никак не следуют из ситуации. Ну вот, например, он там, допустим, перекладывает рассказ о поездке в автобусе в виде аннотации в своем новом романе, написанном в свойственном и блестящей манере, известный романист Икс, перу, которому мы уже объязаны столькими штеврами, постарался изобразить чрезвычайно характерных персонажей, действующих в ситуации такой-то. Или, например, в виде официального письма. Или в видеонимизм, где, например, стоит шляпа, а не человек в шляпе. То есть цель кино – показать, что язык и литературные формы навязывают нам какую-то образность, они берут нас в плен, они в то время, как на самом деле мир достаточно абсурден и гораздо веселее, чем мы думаем. И, собственно, на этом основанный роман «Зази в метро». Вот в этой книге включена замечательная статья Лана Барта об этом романе, где он как раз говорит, что на самом деле эффект этого романа как раз в том, что соблюдаются все каноны романа, что, как и положено, в любом романе, там есть герой, есть сюжет, есть авантюра, но всегда, но на самом деле это про то, что романные приемы невозможны. Ну, например, вместо диалога получается абсурдный диалог, вместо описания там метро получается про то, как героини не попало в метро там. Взрослые пытаются описывать свою жизнь там, а «Зази», там маленькая девочка, сбежавшая в Париж, она постоянно их передразнивает, как пишет Ролан Барт, она готова пригодить свои убийственные клаузулы, то есть таким ловким риторическим завершением фразы мета-язык взрослых. То есть взрослые ведут какие-то светские беседы, а «Зази» постоянно их передразнивает. То есть это такой роман, передразнивающий роман там, который просто показывает, насколько очень часто наше представление о мире, наш язык, описание мира сформирован роман. Ну, известно, как мы часто и подражаем героям романов, или романы действительно учат нас такому благополучному, буржуазному существованию. Как обустроить жизнь, как там, я не знаю, жить в большом городе, и все прочее. А вот такое вот передразнивающее постоянно. Роман, который сам над собой иронизирует, роман, в котором там диалог превращается в какой-то абсурд, сюжет вдруг оказывается неопределенным там в духе. Это происходило не то на площади инвалидов, не то на Водомской площади. И он там пошел наверх, а может быть вниз там. То есть, когда как бы роман сам на глазах деконструируется. И вот кино, которое было секретарем Кожева, он как раз поставил цель показать, что на самом деле структуры языка никакой истины нам не дают. Что структуры языка, они только отражают грани нашего несчастного сознания, нашей такой выкинутости в мир, но вовсе не сообщают нам ничего нового об окружающем мире. Потому что все, что мы можем знать, мы распознаем с помощью интуиции, с помощью первых догадок, с помощью того, что Деррида назвал следом в нашем сознании, или голосом, который нас окликнул. Вдруг видим другого, но не с помощью этих бесконечных разговоров. Здесь нужно заметить, что действительно французская теория начинает с достаточно высокомерного отношения к Сартфу. И, по видимости, здесь сказала «Нелюбовь Сартфа к прессе», она была связана с обстоятельствами его поведения во время Второй мировой войны. Он жил в Вишистской Франции, и даже о его поведении есть статья питерского профессора Сергея Фокина под названием «Экзистенциализм — это коллаборационизм». Где он говорит о том, что Сартф прежде всего остребился прославиться как писатель, что он не участвовал толком в движении сопротивления. И несмотря на то, что с точки зрения режима Виши, с точки зрения оккупационного режима Сартфа и Симона де Бувуар были крайне неблагонадежными людьми, тем не менее, он всячески представлял, что он чистый писатель, что он думает только о славе, то есть переформатировал себя из политиков писателя. Что он пишет про мух, и хотя драма мухи, она, в общем-то, остро-политическая, в ней ее прочитывали именно так, Мишиевский режим просто видел в ней такую некоторую юмор, некоторую сатиру, но не прямое, а политическое высказание. И Сартфа, конечно, считал, что именно пресса может приписать ему что-то недолжное, побаивался прессы, и говорил о том, что само слово «медиа» это американизм, как раз в Америке тогда начался маккартизм, гонение на коммунистов, и считал, что пресса – это некоторый сбор таких свидетельств против, что любой слух в прессе может стать клеймом на человеке, и в этом смысле как раз философ должен несколько держаться подальше от газет. И, конечно же, здесь как раз очень интересно, что это самое многие, например, такой русско-еврейский по происхождению французский колоссов Владимир Никелевич его цитирует как раз. Он жаловался, что Сартфа не знал, сколько продерживается режим, поэтому говорил о том, что не будет ходить по баррикадам, и, в общем, он ничего не делает, и ставил только пьесы мухи. И вот, значит, что, ну, постепенно там, конечно, интеллектуалы идут в медиа, этому способствуют несколько обстоятельств. Ну, прежде всего, в том числе, это нам нужно для того, чтобы понимать то, что делал Дебре, которого будем разбирать на семинаре, и которым нам придется завершить сегодняшнюю лекцию, ну, потому что, к сожалению, только полчаса осталось на лекцию, она, к сожалению, не безразмерна, но тогда про, там, про других интеллектуалов, например, про Бодрияра мы поговорим в следующий раз. Я же пока что обращу внимание на то, что во Франции всегда был некоторый такой дуализм, ну, например, вот во времена дела Дрейфуса, там, Дрейфусары, антидрейфусары, а, например, практически вся послевоенная история Франции, это такое противостояние консервативной газеты Монт и либеральной такой социалистической газеты Фигаро. То есть, например, если вы едете в Париже в метро, и читает человек, один человек читает Монт, а другой Фигаро, вы можете многое сказать об их социальном положении, об их вкусах, пристрастиях, какие пьесы они смотрят, какие книги читают, что они думают о нынешней политике Макрона и так далее. То есть, газеты, в общем-то, во Франции, они достаточно партийные. При этом телевидение начинает развиваться во Франции сравнительно поздно, и, конечно, например, тот же Лакан, он действительно воспользовался телевизором для пропаганды своей психоаналитической версии, поскольку увидел в нем действительно некоторый ответ на кризис и на желание экономить. Собственно, как раз 70-е годы были таким временем кризиса экономического, постоянной экономии, но одновременно развитием телесетей. И как раз Лакан говорил о том, что именно в телевизоре мы видим экономику, когда многое передается с помощью мимики и жеста, что можно быть, например, немногословным на ток-шоу, но мимика и жестом сказать очень многое. Но мы даже из этого видим, как именно французская медиалогия, то есть это представление о том, что любые медиа, они являются определенным образом расположены внутри некоторой длительности. Собственно, этой длительности есть на самом деле главная проблема, которую ставит режисс Дебре в своей книге, что любое новое медиа, например, Новый Завет, например, Дебре уделяет ему много внимания, это создание новой длительности. Например, Новый Завет создает переживание Царствия Небесного как уже наступающего, как уже близкого, как уже стоящего при дверях. И эта длительность именно является настоящим содержанием сообщений. Потому что частные моральные высказы евангелистов или апостола Павла, они не содержат в себе такой уж большой новизны. Золотое правило этики возлюби ближнего как самого себя есть далеко не только в Евангелии, но зато там оно создает некоторую длительность эсхатологического переживания, что вот прямо сейчас может наступить Царствие Небесное, внутри которого мы окажемся рядом со своим ближним. Значит, мы должны как-то выполнять долг по отношению к нему. И, собственно, та медиалогия, которую создает Дебре, это как раз история про власть, про то, что власть создается опосредованиями, как он говорит, так сказать, средой, которая постоянно что-то опосредует, например, телеэкран, показывает человека в течение какого-то времени. То есть опосредует, делает его некоторой посредственностью и в конце концов определяет в том числе и наше сознание. Например, видя человека на экране, просто, допустим, молчащего, какого-то политика глухомысленного, мы как бы начинаем считать, что он решит все проблемы. То есть такое глубокомысленное молчание политика на митинге будет воспринято просто как задумчивость, растерянность, а то и неуверенность. Так как глубокомысленное молчание политика на телеэкране будет воспринято как особая длительность, особая такая статуарность, которую все принимают как знак такого того, что политик заумно сойдет. Собственно, эти эффекты были известны античности, когда все эти статуи правителей, такие пристально на нас смотрящие, при этом неподвижные, внушали мысли о непоколебимости власти. Но нынешнее телевидение, оно действительно позволяет надевать множество таких вот масок. Политик, разумеется, приходит на телевизор свежий, а потом еще и определенным образом гримированный, то есть выступает как действительно такой дающий надежду. То есть сам телевизор оказывается, так как он говорит, посредником длительности и вот такое вот опосредование, медиасион, медиации, средой такой, опосредование между техникой и культурой. То есть политик, например, который показан по телевизору, он может казаться даже более техничным, способным решить проблемы, чем, политик, который выступает в газетах. В чем-то, конечно, медиалогия и пресекается с канадской школой, но если канадская школа уделяет внимание техническим качествам, например, звук по радио, как сигнал, изображение по телевизору, то есть как кино, то всегда сравнивает какое-то последующее медиа с предыдущим, то Дебре, например, действует как интеллектуал. То есть для интеллектуал создает вот это понятие посредование, посредственности как ключевое. Здесь как раз о посредственности наша соотечественница, великий поэт Ольга Седокова в начале нулевых прочла лекцию под названием «Посредственность как социальная опасность». Там прямой ссылки на Дебре нет, но основная мысль в том, что как раз это тоже попытка осмыслить послевоенную ситуацию и смысл в том, что после войны, собственно, начиная с плана Маршалла, стало реализовываться на Западе общество потребления, которое, казалось, решит все проблемы, что люди не будут увлекаться разного рода топическими идеями, а будут жить сегодняшним днем. Но, говорит Седокова, в результате получился человек такой вот манипулируемый, доверяющий тому, что скажет по телевизору, не имеющий какой-то такой собственной глубины и собственного опыта встречи с собой, такой человек в чем-то такой экрана и глянца. То есть, этот человек вроде бы не злой, вовсе не собирающийся маршировать или кого-то убивать, но при этом человек, легко воспринимающий любую идею и в какой-то мере становящийся перед ней беззащитой. То есть, это такая посредственность, это такой вот как тоже вариант чего-то вроде ВИЧ, то есть, такой вот беззащитности перед любыми идеями. Из-за отсутствия критичности, из-за принципиального доверия каким-то господствующим образом и господствующим вот этим формой посредственного выражения, но главное, что вот посредственность и в изображении Дебрея, и в изображении Седоковой, она, в общем-то, устроена одинаково, что человек не опирается на прямые внутренние доказательства, а своей совести, своего чувства справедливости обычно всегда обращается к кому-то. Вот по телевизору так сказали, вот там, я не знаю, там футболист, которого уважают, это вот считает так, а не иначе. То есть посредственности всегда нужен какой-то такой вот авторитет и, собственно, в этом есть некоторая такая социальная опасность. И вот, значит, Дебре, конечно, значит, все время говорит о таких вот опосредованиях и, допустим, новозаветного типа. И, допустим, книгопечатание он связывает, в отличие от Маршала Маклюина, с не столько, допустим, с победой новоевропейского такого субъекта, устремленного в бесконечность, сколько с децентрализацией и с тем, что риторика начинает овладевать как бы любой желающий, что, прежде всего, книга для него это не столько источник информации, не столько источник некоторых инструкций по прогрессу, сколько такое пособие по риторике, что каждый в конце концов благодаря книге становится ритором. Немного нужно сказать о том, как именно такое место Дебре занимает в французской теории. Родился в 1940 году и, конечно, он в 50-е годы увлекся революционными идеями и такой один из, значит, он закончил Эколь Нормаль, он учился у Альтюсера, который был профессором высшей нормальной школы во Франции и фактически основателем всего французского неомаксизма. У него там две трети французских интеллектуалов непосредственно учились Альтюсера. Вот. И он настолько увлекся, он действительно был таким вот авантюристом, что уехал на Кубу, стал, соответственно, личным таким другом Фидели и Че Гевары и как раз значит он вместе с Че Гевар отправился в Боливию, там вместе с ним воевал и попал в плен. При этом если Че Гевар указнили, то Дебре отпустили и при этом до сих пор не очень понятно именно почему его отпустили. Во всяком случае некоторые из кубинцев пускали слух, что якобы Дебре пошел на сделку и сдал команданта, хотя это очень сомнительно. Скорее всего значит те, кто собственно казнили Че Гевар побоялись казнить Дебре, потому что эколь нормаль многие рассматривали такую связь с французским правительством, что мало ли вдруг человек со времен высшей нормальной школы знаком с кем-то из политической элиты, тогда Франция отомстит за его смерть. И дальше он был и советником, и спичрайтером Меттерана, в общем-то действительно такой вот типичный тоже, как и КЖФ, авантюрист, что у него там была и жена Муларко там в Боливии, там, я не знаю, там действительно он мог бегать по горам с автоматом вместе с Че Геварой, и трудно представить, что этот же человек является профессором идеологии. Но тем не менее, именно для Франции это как раз вполне нормально, такой вот авантюризм, такая вот связь с политическими элитами, и с другой стороны готовность идти на разного рода авантюры. Ну, например, можно вспомнить Бернара Андрея Леви, французского интеллектуала и журналиста, который, допустим, способствовал, например, ливийской революции и свержению Каддафи. При том, что это свержение не привело к каким-то заметным последствиям, потому что Ливия до сих пор находится в состоянии гражданской, но гражданской войны. Ну, с другой стороны, сказать, что, допустим, сохранять режим Каддафи было возможно, что он бы не пал через два года тоже нельзя. То есть, в этом смысле французский авантюрист, интеллектуал, конечно же, он вряд ли, можно сказать, что он движет историю, потому что вряд ли, допустим, скорее всего, гражданская война в Ливии бы все равно началась, или Каддафи превратился бы в осаду, допустим, удержал бы большую часть территории, но не все равно какая-то гражданская война была бы. Но суть такая, что все равно они как бы показывают некоторую возможность для интеллектуала влиять на текущие события, переопределять их, в какой-то мере переформатировать их, ну, например, переформатировать сами условия международного сотрудничества, или переформатировать сами принципы, допустим, построения отношений между правительством и общественными организациями. То есть, в любом случае, если не по-новому мыслят политику, то по-новому мыслят общество, по-новому мыслят, а кто же является субъектом политического действия. Что, например, этим субъектом может выступить прореволюционная масса, или может выступить, допустим, представители, например, меньшинств, или представители каких-то, допустим, новое поколение. Не случайно, фактически, звездным часом французских интеллектуалов был май 68-го года студенческий мут во Франции, который, в общем-то, привел, в конце концов, к падению правительства Деголе, но также переформатировал университеты. Опять же, тоже можно спорить о том, каковы были реальные эффекты. Ну, реальным эффектом было в данном случае некоторый пример для других стран. Например, в Чехословакии студенты бесспорно вдохновлялись парижскими коллегами, ну, и, с другой стороны, извлекали уроды. Чехословатское восстание 68-го года было подавлено Советским Союзом и союзниками по Варшавскому договору. То в любом случае это подвигло французских интеллектуалов думать о том, как именно можно объединяться студентом и рабочим для отстаивания прав. Как не сделать протест таким вот элитистским, а сделать его действительно более солидарным, а для этого искать вот этот вот язык, позволяющий понимать другого. С этим, кстати, очень связана важная проблема, что очень часто иногда про французскую теорию слышат, что она довольно сложна для понимания, что вот Деррида он сложно пишет, что невозможно понять все эти его различания или различае. Например, вот Дмитрий Краличкин, переводчик полифилософии Деррида, вот этой вот книжки, он там пишет различае, чтобы обозначить как бы саморазличие в отличие от методического развлечения в старой философии. Потому что понятно, что Деррида критикует, с чего мы начали старую философию такого декартовского типа, где как бы есть некий идеальный субъект философ, который различает вещи. И показывает, что некоторые различия впиты в сами феномен, в саму способность феноменов звучать или каким-то образом обращаться к нам. Это вот работа Деррида «Голос и феномен», о которой я хотел поговорить, но, наверное, сегодня уже я не успею. И вот очень часто как раз французскую теорию упрекают в том, что она достаточно славна. Но на самом деле, если мы подумаем, то французская теория на самом деле как раз построена на игре, на словах-бумажниках, но этот принцип изобрел Руис Кэррол, слова, когда одно слово вкладывается в другое. Там, значит, там, например, если сказал бы я, например, филособия, то есть какая-то особая философия, когда одно слово вложено в другое. И это как раз способ для французских философов разомкнуть привычные структуры языка и как бы обратиться к языку другого, других. Ну, например, известно, как иностранцы очень любят играть словами, потому что они осваивают язык и ведут с ним как и с игрой, как дети любят. То есть все как бы другие, другие, чем наш привычный круг, они как раз любят словесные игры. Это внутри своего круга, например, внутри академического круга, внутри академического сообщества. Мы, наоборот, поддерживаем постоянно вот такой вот строгий академический язык, где есть вполне определенные термин, где со словами не шутят, где все слова расставлены по полочкам, и никаких таких игр нельзя подпринять. А Деррида берет, и все слова у него срываются с привычных мест, летят, спорят друг с другом, обращаются к другому, к иному, к непохожему на нас, и тем самым эти слова и становятся для нас вот такими вот некими обращенными к другому, к игре почти такой вот какой-то иноземной, почти экзотической и прочее. То есть, это, конечно, действительно такой способ как-то вот обратиться к другому. Ну, и, конечно, в этом смысле французская теория довольно гибкая, и, допустим, ну, допустим, скажем, в конце 70-х годов, когда, например, попало правительство Альянде в Чили и пришла к власти диктору Рупиночета, поддержанная американскими республиканцами, французские коммунисты, как коммунисты, например, итальянские, сделали вычет, что если они не пойдут в парламент, может быть такой же правый поворот и в европейских странах, что их начнут арестовывать. Поэтому была сформулирована идея еврокоммунизма, то есть, что коммунисты должны идти в парламент и стать одной из таких вот парламентских партий, пусть даже за счет некоторой либерализации своей программы, каких-то компромиссов коммунизма с либерализмом и так далее. То есть, и вот, конечно, интеллектуалы здесь всегда на первом месте, потому что только они, например, могут объяснить, как совместить свободу и радость, как по-новому осмыслить отношения свободы и отношения радости. Это та работа с концептами, которую нельзя основывать только на историческом опыте, как у нас часто политики, будь то официальные или оппозиционные, которые взывают к историческому опыту. Вот Петр Первый, а вот Александр Второй провел судебную реформу, создал суд присяжных, давайте так же. А вот интеллектуал, он мыслит другими категориями, например, мыслит категориями справедливости. Что мы имеем ввиду под справедливостью? Справедливое распределение или справедливость человека по отношению к себе, определенная честность, определенная совестливость. И оказывается, например, для многих французских интеллектуалов от Левинаса до Деррида, что именно эта совестливость, умение сказать себе какое-то слово, себя в чем-то упрекнуть, отнестись к себе как к другому, как к предмету упреков, она оказывается более существенной, чем, например, чем просто, допустим, справедливость отдельных каких-то политических или экономических решений. И таким образом, на самом деле, когда, скажем, Деррида много рассуждает о голосе, феномене, самоотношении и создаёт вроде бы почти что заумные тексты, на самом деле это не что иное, как тексты, захватывающие новых собеседников, вводящие, значит, новых собеседников, которые понимают, о чем идет речь. Ну, допустим, Деррида в работе «Голоса феномен» спорит с тем, как Гусарль понимал репрезентацию, что для Гусарля это некое разовое явление, то, когда явление предъявляет себя, тогда как Деррида говорит о том, что всегда, так сказать, есть до того, как мы видели некий образ, есть некоторое полагание существования этого образа. То есть, например, мы видим окружающий мир, именно потому, что по Гусарле у нас есть интенция, то есть, готовность воспринимать окружающий мир, а по Деррида есть полагание, то есть, есть некоторый акт нашего сознания, требующий, чтобы мир нам все время являлся и являлся, и как бы компенсировал некоторую нашу нехватку. И вот как раз здесь, как раз Деррида фактически говорит о том, что за нашими полаганиями часто стоит воля, но с другой стороны, мы постоянно, так сказать, видим, что на самом деле любая репрезентация, это не есть просто представление вещей, это некоторое указание на возможности вещей. То есть, всякий раз все новое и вновь, вызывая некую картину мира к себе, мы начинаем слышать некий голос, который говорит, что вот этот, он на что-то указывает. Ну, например, на то, что возможен другой мир, что возможно некоторое другое отношение к тому, что происходит. И, например, мы до этого воспринимали как собой разумеющую, например, существующую экономическую систему, и всякий раз, например, пользуясь деньгами, поддерживали эту репрезентацию, что мы там платим в магазине, как бы поддерживаем некоторый образ экономики, некоторую такую вот привычную нам образность. Но на самом деле, собственно, говорит Деррида, это поддержание, мы просто не замечаем некоторого голоса, кликнутости, что, например, за самим принятием в отношении денег и товаров стоит некое развлечение. Некоторое, например, отвлечение нашего труда и нашего использования труда, начального, допустим, нашего усилия и нашего удовлетворения. То есть, есть определенное расщепление, которое стоит вроде бы застроенной картиной происходящего, застроенным постоянным воспроизведением, репрезентациям. И цель философа найти этот момент расщепления, показать, например, в какой момент существующая экономическая система становится несправедливой, в какой именно момент она начинает, например, эксплуатировать наши желания, эксплуатировать наши стремления. Тем самым, как видите, и здесь тоже система репрезентации оказывается медиумом. Как у Дебре, у Деррида этот медиум не нейтрален, он вполне такой посредник, навязывающий какую-то свою волю, навязывающую некоторую картину мира. И цель философа как раз показать, а именно в какой момент начинается в этом режиме самовоспроизведение медийного образа вот это навязывание воли. И как раз в какой момент допустим образ может быть остановлен. В какой момент мы можем услышать некий голос стоящий за образом. То есть услышать, что кроме этих наших привычных представлений есть определенные сообщения о различии, которые не сводятся к содержанию этих образов. То есть начальное различие, например, возможность допустить, что кроме я существует нечто другое и другое по-иному относится ко всему, чем я, оно предшествует плену репрезентации. И здесь вы видите, что мысли Деррида и других, она противостоит мысли старой философии, например, философии Декарта, где как раз нужно создать некую идеальную репрезентацию, правильное представление об истине, и тогда у нас будет и правильное знание об истине. Здесь же наоборот ставится под вопрос, что если репрезентация сама себя воспроизводит, если она репрезентирует, если она являет себя как такое подражание себе, такая симуляция или симулякор, как говорил Бодрияр, то в какой мере она вообще может быть в чем-либо истиной. Или истина это определенного рода обращение к нам, взывание к нам, вызывание нас к какому-то действию. Вот, и здесь не случайно французская теория, она во многом была обязана Хайдеггеру, хотя Хайдеггер был правым мыслителем и правым политиком, членом нацистской партии в 1333 году, тем не менее, вот это его идея, что человек окликнут судьбой, что нашему отношению к окружающему миру, нашей интенции предшествует некоторая вызванность нас в мир, окликнутость, некоторая начальная способность в том числе отнестись к своему языку, как к тому, в чем мы обитаем, отделить наш язык от нашего тела, по Хайдеггеру язык это такой дом бытия, то есть он не является каким-то нейтральным просто инструментом нашего общения, что вот именно за это Хайдеггера французская теория признавала, что у него язык это некоторое исполнение судьбы вещей, это некоторое медиум, в котором вещи присутствуют, а вовсе не какое-то само собой разумеющееся такое начало нейтрального опрощения. Таким образом мы видим, что французская теория по большей части медиум не доверяет от Сарта до Бодрияра, что если она пользуется медиум, то именно имея в виду какой-то их трансгрессивный потенциал, например, Лакан ценил в телевидении вот эту нехватку и постоянную компенсацию дефицита как бы речи за счет медиума. Я считал, что тем самым телевизор это такой тип медицинского прибора, который продемонстрирует его психоаналитическое учение о нехватке, первичной нехватке, как истоки невроза. И поэтому так медиа это аллегория, а и конечно же французская мысль теоретическая, она мысль, как вы видели, довольно радикальна. Она имеет в виду радикальную ангажированность, радикальное вмешательство и рассмотрение медиа с точки зрения этого радикализма. И многие медиа оказываются медиумами репрезентации, такими посредственными во всех смыслах медиа, а не медиа настоящей философской мысли. Спасибо.